15 октября 1941 года жизнь Куйбышева изменилась кардинально. В город один за другим прибывают эшелоны с заводчанами и производственным оборудованием, трупы столичных театров, коллективы научных институтов. Сюда же, по приказу правительства, эвакуируют наркоматы, иностранные посольства и военные миссии. И все это за считанные дни. В здании на Галактионовской, которое сейчас, корпус технического университета, находился наркомат иностранных дел. Ранее это был техникум. Первые дни государственные служащие жили в спартанских условиях. Когда они приехали, они встретились с обстановкой техникума, то есть парты, стулья. И даже первое время они спали на учебных столах, потому что просто другого помещения не было, не было кровати. Потом, конечно, все это обустроилось, но вначале они находились в очень тяжелых условиях, но продолжали эффективно работать. Бельгия, Норвегия, Швеция. Всего в Куйбышев эвакуировали 22 посольства и две военные миссии. Всех размещали в историческом центре города, в отдельных особняках. Это делалось не только для комфорта иностранных дипломатов, но и для того, чтобы удобнее было за ними следить. Опасались шпионов. Контакты сотрудников посольств с местным населением были запрещены. В этом здании бывшей школы располагалось посольство США. Хотя в целом дипломаты понимали, реалии военного времени американцы отличились. Посол постоянно жаловался на условия. Военный атташе требовал квартиру. Минимум с десятью комнатами и три машины. Но в общем в Куйбышеве дипломаты жили на широкую ногу. Взять хотя бы питание. 8 килограммов мяса в месяц на человека. Икра и водка в неограниченном количестве. В городе работал даже специальный магазин для дипломатов и генеральских семей. Окна в нем были замазаны краской, чтобы не будоражить местных жителей обилием продуктов. А население между тем стремительно росло. До октября 41-го в Куйбышеве жили около 400 тысяч человек. К концу года насчитывалось уже более 700 тысяч. В город устремились и те, кто просто бежал от войны. Для размещения людей не хватало жилплощади. В конце октября город становится закрытым. Самовольно поехавшие в эвакуацию, без предприятия, без эвакуационного предписания, в город не принимаются. Это, конечно, была большая трагедия для очень многих. И не прописывали в городе. Отсутствие прописки это значит нет пайка. Когда город был полон иностранных послов и журналистов, важным стратегическим решением стал парад 7 ноября. Многого о том, как его организовывали местные власти, не знали. Всем напрямую руководила Москва. Среди участников парада куйбышевцев меньшая часть. В основном по площади маршировали сибирские дивизии. Бойцов специально для этого сняли с поезда. Эффект усилили военные техники и демонстрация трудящихся. А авиационные полки попеременно пролетали над городом несколько раз, чтобы казалось, что самолетов больше, чем есть на самом деле. Отличился и военный оркестр, которому не помешала даже суровая зима 41-го. Пока они играли, их губы прилипли к муштукам. Это же духовой оркестр. И потом была целая проблема как-то их освобождать от этого. Но они все выдержали и проиграли все вот это время полтора часа. Маневр удался. Аппарат произвел на дипломатов и журналистов неизгладимое впечатление. В мощи советской армии убедились все. Ни Япония, ни Турция не вступили в войну против СССР.